Всем привет! Сегодня я расскажу о базовой поисковой оптимизации нового сайта. Вы создали сайт, определились с его тематикой, конечно, первым делом, и выложили на хостинг. И, конечно же, ожидаете посетителей. Соответственно, тематики, я думаю, вы определили какой-то список ключевых слов, запросов, по которым пользователи должны будут найти ваш сайт в интернете. Но то, что вы наполнили сайт контентом, написали какие-то статьи, еще ничего не обещает. Я думаю, один-два человека месяц из ваших знакомых, может быть, по счастливой случайности на него попадут. Начнем с самого главного, с семантического ядра. Определив тематику сайта, вы заходите в сервис статистики wordstat.yandex.ru Здесь вы можете проверить частотность ваших слов. Частотность – это то, какое количество человек вводит этот запрос в строке поисковика в месяц. Данные Яндекс предоставляет за прошлый месяц, за предыдущие 30 дней. Поэтому стоит учитывать сезонность ваших товаров, ваших услуг. То есть, если это новогодние подарки, то в феврале вы уже не увидите никакой статистики. Итак, начнем с семантического ядра. У нас есть сайт вегетарианских рецептов. Всем знакомая CMS Joomla. Вкладка «Метаданные» для главной страницы. Здесь мы вводим ключевые слова и описание. Так, смотрим. Составляем табличку из трех колонок. Страница, ее URL. Слово, которое соответствует содержанию вашей страницы или еще не соответствует никакому содержанию. И частота этого запроса в Яндексе. Так, сайт у нас вегетарианской тематики, поэтому первое слово, которое приходит в голову, это «вегетарианство». Но это неправильно. Чем уже тема, которая охватывает слово, тем лучше. Поэтому здесь, для главной страницы, мы введем ключевую фразу «вегетарианские рецепты». И посмотрим, сколько человек в месяц интересуется этим запросом. 14101. Конечно же, сразу вы подумайте, что если вы в ключевых словах пропишите «вегетарианские рецепты», то 14101 человек придут на ваш сайт в случае, если он попадет хотя бы в топ-3 поисковой выдачи Яндекса. Но, к сожалению, это не так. Вегетарианские рецепты, вот в данном случае, при данном написании, это количество всех запросов, которые включают эти два слова. То есть это фразы, вегетарианские салаты, рецепты, фаршированный перец, вегетарианский рецепт. И многое-многое другое. То, что вам подходит по тематике или даже совсем не подходит. Например, «индийские вегетарианские рецепты», я думаю, на нашем сайте такого не будет. Поэтому стоит заключить слова в кавычки, чтобы увидеть, сколько раз именно эту фразу из этих двух слов вводили. Число уже значительно меньше, 5072. Так вот, рассчитаем количество чистых вхождений фразы «вегетарианские рецепты» без склонения ее составляющих. Что мы видим? Цифра не сильно изменилась. На 36 запросов меньше, поэтому разница несущественная. И вводим в нашу графу метатег keywords слово «сочетание вегетарианские рецепты». Заполняем нашу табличку. То есть для главной страницы у нас какие слова «вегетарианские рецепты», частотность у нас 5072. Дальше смотрим «вегетарианская кухня». Это то, что вы для себя определили, как ключевые слова. Опять же смотрим. 2869. Заключаем в кавычки. И видим, что всего 829 человек вводили запрос «вегетарианская кухня» без всяких дополнительных слов. А далее смотрим дополнительные слова. И последнее ключевое слово для главной страницы, которую мы для себя определили, это «вегетарианские блюда». 4656. Заключаем в кавычки, смотрим. 1497. Сколько людей искали именно вегетарианские блюда? Это 1458. Не сильно изменилось. И далее заполняем таблицу для каждой страницы сайта. У нас есть «вегетарианское питание». Тут, наверное, стоит раскрыть плюсы и минусы вегетарианства. Польза вегетарианства, вред вегетарианства. Такие запросы тоже вводят. Аж 1135 человек. И заполню таблицу до конца. Для каждой страницы сайта более-менее важной. Естественно, если у вас миллион страниц, то стоит заполнить только для тех, что в главном меню. Контакты, услуги, а нас. Стоит принять во внимание, что не стоит брать самый высокочастотный запрос, например, про вегетарианство. Вернемся к нему. Видим, что 22737 человек вводили в поисковую строку запрос вегетарианства. Естественно, хочется такой запрос ввести в ключевые слова нашего сайта. Но так как сайт новый, то такое ключевое слово не то, что не ускорит его выход в топ. Оно может надолго-надолго оставить его в низах поисковой выдачи. Потому что конкуренция велика. Есть сайты, которые 10 лет продвигают себя по этому запросу. А сайты, которые первый год в интернете, они вообще плохо котируются по высокочастотным поисковым запросам. Поэтому обозначайте какую-то узкую область для своего сайта, где вы можете быть конкурентоспособными. Выделите какие-то плюсы, какие-то минусы. Допустим, транспортировка груза не просто, а в России, или из Москвы, или в Рязань. Именно то, что отличает вашу фирму от других. На этом пока все. Составляйте табличку, прописывайте метатеги. Придумывайте описание, которое включает ваши ключевые слова. Спасибо за внимание.